Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Медведский, вы на программе Текстиль Эксперт. И сегодня эфир посвящен аббревиатурам текстильных волокон. Как они называются, как они правильно обозначаются, и мы выясним, кто же такой копёс. Дело в том, что в последнее время в интернете появилось очень много недостоверной информации. Волокна называют как хотят. Посмотрите вот некоторые примеры, которые я вам приведу. Например, появились такие названия, как полисатин, поликатон, поливискоза. Что же всё это такое? Как это? Правильно? Неправильно? Дело в том, что когда вы покупаете какое-то изделие для одежды или это домашний текстиль, существует масса целых критериев, по которым вы производите отбор. Это бренд, цвет, внешний вид, модность, цена, циревой состав, функциональные свойства и даже отзывы. Каждый из вас смотрит на какие-то критерии, которые свойственны именно ему. Ну и кроме того, в зависимости от того, что именно он собирается покупать, кто-то выбирает на первом месте, смотрит на бренд, кто-то на отзывы, а кто-то на внешний вид. Я же рекомендую всегда смотреть на сырьевой состав. Почему это важно? Потому что от сырьевого состава будут зависеть функциональные показатели этих изделий. Как они будут носиться, насколько вам будет в них комфортно, как долго вы будете их проносить, не будет ли у вас аллергии, не будет ли колоться и многое-многое другое. Ну хотя вот я иногда разговариваю с студентами, с молодежью, спрашиваю, вы смотрите на сырьевой состав? Они такие, мне говорят, неинтересно, мы смотрим на цену, и для нас это является главным критерием. Но все-таки смотрите на сырьевой состав, это действительно важно. На сырьевом составе обязательно должна быть указана, из чего сделана эта ткань, из чего сделаны изделия. Мы читаем названия, но иногда они бывают так зашифрованы, что сложно понять, из чего же она состоит. И сегодня вот как раз в этом эфире я вам расскажу, как правильно обозначаются волокна, как это читать и как это понимать. Кроме того, мы должны понять, что вот эти все некорректные названия, которые появились в интернете, не надо ими пользоваться. Это неправильно, это будет в заблуждении вас. Вот, например, такой материал сейчас появился, поликатон, который маркетологи и недобросовестные продавцы выдают нам как инновационный материал. На самом деле это не что иное, как хлопко-полиэфирная ткань. Это смесь хлопка с полиэфиром. Этой смеси лет 50-70, как ее начали использовать. Конечно же, не какой-то не инновационный материал, но маркетологи придумали красивое название. Поликатон. Давайте будем втюхивать сейчас покупателям. Или поливискоза из той же серии. Это вискозно-полиэфирная пряжа, из которой сделана ткань или нить. Еще более жесткое название – это полисатин. Это как смешать теплое с мягким. Поли – это, наверное, полиэфир, предположу. Сатин – это вообще название материала, переплетение. То есть, если перевести это на русский язык, то это ткань сатин, которая получена, скорее всего, из смеси хлопка с полиэфиром. Я не могу предположить, что она сделана на 100% из полиэфира. Это будет совсем неприятное. Постельное белье. Или вот еще один материал, который называется шерстепон. Вы знаете, есть такой неткальный материал – синтепон. Он используется как утеплитель для одежды, для курток. Шерстепон – это, опять же, изобретение маркетологов, которые, скорее всего, под этим названием называют обычный ватин, полученный из шерсти. Но также красивее звучит шерстепон. Итак, начинаем разбираться, как обозначаются и как называются, какие волокна. И на первом месте у нас сегодня будет хлопок. Почему на первом месте? Потому что это самое распространенное в мире натуральное волокно. И даже не только натуральное. Вот они с полиэфиром борются, кто же занимает первое место. Какой-то год, в зависимости от урожайности, хлопка больше собирает. Какой-то год полиэфира. Хлопок обозначается ХЛ. По-английски хлопок – Катон. СИОУ – обозначение СИОУТ иногда. По-украински Бавовна. Бавовна по-украински, белорусски. По-турецки – Памук. Альгадон по-испански. Потому что очень много испаноязычных стран вырабатывает хлопчатобумажную пряжу и изделие. По-моему, более не знаю, как правильно считается – это немецкое обозначение. Значит, все эти обозначения на бирках – это хлопок. Поехали дальше. Второе по распространению натуральных волокон – это шерсть. Для изготовления текстиля применяется шерсть разных животных. Но на первом месте, конечно, это овечье шерсть. По-английски шерсть – это вул. Обозначается двумя буквами W-O. W-V – Лана. Вельна – это по-польски. Это шерсть овцы. Но не только шерсть овец перерабатывается. Если производитель хочет подчеркнуть, что у него не просто шерсть, а у него суперкачественная шерсть, например, мериносовая, то он прямо на бирке так и напишет. Мерино-вул – это мериносовая порода овец, которые распространены в Австралии, в Новой Зеландии. У них длинная тонкая шерсть. Если вы видите такую вот на бирке, то знайте, это шерсть очень высокого качества. Мерино-вул. Поехали дальше. Шерсть ламы. Лама – животное, которое вводится в Центральной Южной Америке. Из ее длинной шерсти тоже делают пряжу, делают ткань. Она получается теплая, мягкая, тонкая, очень хорошего качества. Но есть еще такое животное, как альпака. Вводится там же. Это как лама, только маленькая, такая карликовая. Ее шерсть еще тоньше, еще длиннее и еще более нежные изделия получаются из этой шерсти. Обозначается двумя буквами на бирке WP – альпака. Ангорская шерсть – это шерсть, полученная из-под пушка пуха ангорских коз и ангорских кроликов. И те, и те пришли к нам из Турции. Даже вот это название Ангора от названия турецкого города Анкара, где вывозили ангорских коз и ангорских кроликов. Сейчас они, конечно, распространены по всему миру, но турки все равно здесь держат первое место. Сейчас американцы много разводят. Их вычесывают, и вычесывают у них вот этот под пушек, тонкое, очень мягкое, нежное волокно. Это и есть ангорская шерсть. Ну, редко из нее получают пряжу в чистом виде. Как правило, смешивают с какими-то другими видами шерсти. ВА – это ангорский кролик, ВМ – это ангорская коза. Называют такое волокно из ангорской козы, хорошо известное слово «махер». С детства слышали «махеровая кофта», «махеровый свитер» – это изделие с добавлением ангоры. А шерсть ангорской козы очень мягкая, очень теплая, очень приятная на ощупь. Но есть еще более дорогой вид шерсти – это кашемировая шерсть. Название пришло к нам от названия индийского штата Кашмир, где производят, разводят этих коз. Ну, не только там, еще и в Монголии, еще и в Китае. Они пасутся в горах и после зимы, весной их вычесывают. Потому что под пушек этот пух становится им по весне уже не нужен. Их вычесывают где-то с одной козы, вычесывают 100-150 грамм этого пуха. Это очень нежное, очень тонкое волокно, длинное. Почти все технологии вручную приденят качество. Поэтому изделия из Кашемира очень дорогие. Если вы видите свитерок из Кашемира, он не может стоить дешево, он стоит очень дорого. Потому что их мало, вычесывают пуха мало, почти все операции ручные. Поэтому Кашемировые изделия очень дорогие. Как правило, тоже смешивают с какими-то другими волокнами, чтобы удешевить. Но если вы видите слово 100% Кашемир, значит это будет очень крутая вещь. Не для повседневной носки, но очень дорогая. А обозначается двумя буквами WC. Поехали дальше. Верблюжья шерсть более грубая, применяется тоже для одежды, для одеял, для других текстильных изделий. Обозначается буквами WK от слова Camel, верблюд по-английски. Поехали дальше. Переходим к лубяным волокнам. Известное нам, наиболее близкое к нам, это волокно льна. Обозначается на бирках двумя буквами L и Linen. Также по-английски это Flex. Волокно само добывается из стебля растений, относится к лубяным. Его братом является китайская крапива или называется Рами. Сейчас тоже достаточно распространенное волокно. Из стебля растений добывают волокна. А потом из них делают пряжу, ткани, трикотаж, тарные материалы. Это очень полезное волокно для организма, очень приятные изделия. Сейчас тоже, кстати, в продаже их можно найти. Обозначается двумя буквами A, A, Рами. Следующий брат лубяных волокон, это конопляное волокно, или еще называется пеньковое. По-английски называется Hemp. Обозначается двумя буквами на бирках C, A, Конопля. Тоже добавляют из стеблей конопли, а потом получают пряжу, ткани, трикотаж. Аналогично, как и волокна льна. Следующий их собра джут, волокно джута. Приезжает к нам из Индии, из Бангладеш, из Китая. Тоже относится к лубяным волокнам. Ему нужно вырастить, разволокнить, добыть волокно. Пряжа, ткань, трикотаж и так далее. Обозначается двумя буквами G, U. Джутовое волокно. И еще одно натуральное волокно, самое дорогое из натуральных волокон, это волокна шелка, которые добывают из коконов при размотке кокона тутового шелкопряда. По-английски шелк это silk, обозначается двумя буквами C, E. Получают шелковые ткани, дорогие, высокого качества, потому что мало, потому что дорого, потому что много ручного труда. Переходим к химическим волокнам. И сначала искусственные волокна, которые получают из целлюлозы. Наиболее распространенное, известно, вискозное волокно. Названий у него много. Вискоза, район, район, по-английски rain. Обозначается тоже. Видите, сколько обозначений одного волокна. Трудно не запутаться в этом мире. Поэтому смотрите программу Текстиль Эксперт. Вот эту информацию в одном месте, поверьте, нигде не найдете. Обозначается CV, VE, VC, вискоза. Вискоза – это все одно и то же. Это вискозное волокно. Поехали дальше. Бамбуковое волокно является, по сути, тем же вискозным волокном, но обозначается по-другому. Bamboo, бамбуреон, бамбулинин или двумя буквами BA. Бамбуковое волокно. Относится к искусственным химическим волокнам. Модальное волокно. Модальное волокно также относится к искусственным. Это модифицированная вискоза с некоторыми улучшенными характеристиками. Поэтому сейчас она достаточно модная и распространенная. Обозначается modal, или MD, или CMD. Обозначение на ярлыках, на бирках. Леоцелл. Еще одно искусственное волокно. Получается по несколько другой технологии, чем вискоза. Сейчас достаточно популярное. Как-нибудь сделаем обязательно про него отдельную передачу. Изделия из леоцела подвергаются микрофибрилляции. Получают такой эффект персиковой шкурки. Очень приятный. Обозначается тремя буквами. CLY. Леоцелл. Еще одно искусственное волокно. Ацетатное. Известно вам. Из него делают так называемый ацетатный шелк. Это химическое волокно. Но хорошо красится. Яркие цвета, оттенки. Из него делают подкладки, из него делают шторы. Обозначаются двумя буквами AC. Ацетат. Переходим к синтетическим волокнам. Первое место по распространению в мире занимает полиэфирное волокно. Его производится примерно столько же, сколько и хлопка. Названий у него тоже много. PE. Наше обозначение. Лавсан. Русское традиционное название этого волокна. ПЕС. Или полиэстер. Это все одно и то же. Полиэстер. ПЭТ. Полиэтилен терифталат. Тоже относится к полиэфирным волокнам. ПИЭЛЬ. Тоже полиэфирное волокно. Не запутайтесь, знайте. Это все одно и то же. Микроволокно. Микроволокно может из разных волокон состоять. Из одного компонента, из двух компонентов. Поэтому это общее название. Здесь производители просто не хотят вас путать сложными терминами. Поэтому просто знайте, что микроволокно это синтетика, как правило. И что-то такое очень-очень тонкое волокно. Полиамидное, полиэфирное. Из смеси этих волокн. Полиамидное волокно. Второе по распространению после полиэфирного. Из него тоже делают массу самых разных изделий. Пряжи, тканей, трикотажа. Обозначается буквой ПА. Полиамид. Традиционное наше название этого волокна. Капрон. Все помнят. С детства капроновые носки, капроновые чулки, капроновые колготки. Американское название этого волокна. Нейлон или Найлон. Перлон. Европейское название. Немцы его придумали. И обозначение этого волокна. ПИЭЙ. Полиамид. Найлон. Н. Н. Это все одно и то же волокно. Полиамидное. Поехали дальше. Полипропиленовое волокно. Используется как для технических тканей, так и для специальной функциональной одежды. Обозначается двумя буквами ПИЭПИ. Полипропилен. Полиакрилонитрильное волокно. Очень распространенное. Применяется в основном для изделий верхнего трикотажа. Шапочки, шарфики, перчатки, светорочка. Это все туда. Похоже по свойствам своим на шерсть. Обозначается буквами ПАН. ПАН. Полиакрилонитрильное. Наше родное название волокна НЕТРОН. Зарубежное название чаще всего акрил, акрилик, акрилика, полиакрилик, полиакрилик. Это все одно и то же. Или может за рубежом также обозначаться двумя буквами ПАН. Есть еще и модифицированный акрил. Тоже сейчас применяется. Это несколько измененный акрил. К которому добавляются новые функциональные свойства. Например, он может стать негорючим. Он может стать высокопрочным. Используется, например, для спецодежды. Обозначается у меня буквами МА. Мод акрилик. Модифицированный акрил. Известные эластановые волокна. Полиуретановые, эластановые, которые добавляются в изделие, чтобы придать им растяжимость. Чтобы штанишки хорошо облегали, маечка хорошо облегала. Для повседневной одежды, для спортивной одежды. Такие волокна обозначаются буквами ИЛ, эластан, ИА, ПВ, полиуретан. Но есть и фирмы, которые выпускают под своим брендом это название. Например, Lycra, выпускаемая американской фирмой. Dupont обозначает. У них своя аббревиатура LY Lycra. Или Darlastan немецкой фирмы Bayer, которая также имеет свое обозначение Darlastan. Фторполимерные волокна. Я рассказывал про них в отдельной передаче. Там, где мы говорили о текстильных мембранах. Политетрафторэтиленовое волокно. Применяется для высокофункциональной одежды, для текстильных мембран. Другое название этого волокна – тефлон. И еще одно волокно – полиэтиленовые волокна. Хорошо известный вам полимер полиэтилен. Может быть, вы не знали, но из него тоже делают одежду. И не только технические ткани, но и материалы для одежды. Обозначается у меня буквами ПИ и полиэтилен. Ну, конечно, я про все волокна вам не рассказал. Еще много существует разных функциональных волокон. Малотоннажных, которые выпускаются в небольшом объеме. Но я пробежался по основным, чтобы вы представляли аббревиатуры основных видов волокон. Учились читать бирки. На бирках, кстати, чаще всего пишут смесь разных волокон. 80 на 20 – коттон полиэстер. 65 на 35 – шерсть с полиэфиром. 50 на 50 – шерсть с акрилом. 48 шерсть и 24 – вискозы. Ну и так далее. То есть теперь, надеюсь, после этой передачи вы будете правильно считать бирки. Будете разбираться. Но главное – не уходить в какие-то такие интересные дебри, как вот на этой бирочке, которую прикрепили новорожденному ребенку в роддоме, где написано, что он на 50% сделан из мамы, а на 50% из папы. Вот. Значит, теперь мы знаем, кто такой копес. Копес – это смесь из cotton, CO 50% и полиэстера 50%. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Сегодня вы узнали про аббревиатуры натуральных и химических волокон. Всем привет. Субтитры было coun много metres. Субтитры забуда. Субтитры подогнал «Симон»